Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас роллы и купила я их с 40% скидкой. Я немножко была в шоке, увидела эту рекламу, зашла. Рекламу, кстати, в ютюбе. И реально была скидка. И сейчас я смотрю, что реально размер не очень такой крупный, так скажем, но выглядят они очень даже аппетитно. Если мне понравится, я вам посоветую эту доставку. Абсолютно искренне. Пробуем. Кстати, у нас новый ракурс. Пить мы будем с Андорром. Не особая фанатка именно этого напитка. Просто под Новый год нам кто-то принес. Так я с Андорром не очень люблю. Итак, первый пошел, но так себе неплохо. Второй Калифорния. Еще есть вот такие. Пахнут прям чесноком. Надеюсь, здесь лука нет. Не так себе. Например, рыбка здесь. Совсем чуть-чуть по краям даже рыбки нет. О чем мы сегодня поговорим? Недавно выписывалось. Порвано я вам сняла влог с выписки. Увидела крошку. Сыночка брата, моего племянника. И просто умилялась. Всю дорогу он у меня был на руках. Не плакал. Такой милый. Когда ребенок не плачет, я просто кайфую от детей. Но своих не хочу. Умиляюсь чужими. Не то, что я ненавижу детей. Здесь люди child free. Но я просто своих категорически не хочу. И почему-то некоторые люди вокруг считают, что она, наверное, не хочет, потому что ее никто замуж не берет. Поэтому она и не хочет, наверное. Это защитная реакция. Почему вы так думаете? Почему вы считаете, что нет людей, которые не видят смыслом своей жизни именно детей? Вообще, мне надо научиться жить так, как я хочу. А не так, как хотят мои окружающие. Жить для себя, жить в кайф. Например, мне мама постоянно говорит, айка, купи себе новую куртку, купи себе новую куртку. А я понимаю, что я считаю мою куртку нормальной. Я не хочу ее покупать. Поэтому я ее не покупаю. Гениально, не правда ли? А еще сегодня от моей руки сломалась вроде как стиральная машина. Вроде как я утром загрузила машину. Она вроде все постирала. Когда я начала вынимать белье, вся вода из стиральной машины вылилась. То ли я забыла нажать кнопку отжим, то ли стиралка сломалась. Она у нас вроде один раз ломалась. Мы ее чинили. Сейчас вроде опять хочет крякнуть. Как вам такой рак? Спешите. Мне очень удобно. Давайте поотвечай на вопрос. Нашла один единственный вопрос. Задает его Лея. Лея, тебе огромный привет. Айка, было ли такое, что в магазине ты ссорилась с продавцом или кассиром и устраивала скандалы по каким-либо причинам? Порассуждай, пожалуйста, на эту тему. Мне мой брат всегда говорит, что когда смотришь твои видео, складывается одно впечатление. Но в жизни ты совершенно другой человек. Я в жизни очень спокойный человек. И если даже, например, огромная очередь на кассу в супермаркете, например, я никогда из этой толпы не буду кричать «позовите второго кассира» и так далее. Для этого тоже нужна уверенность в себе. Я очень спокойный человек в этом плане. Могу ждать. Могу ждать долго. В каких-то моментах меня сложно вывести из себя. Но была одна ситуация полгода назад в KFC. Я обычно делаю свой заказ через приложение и мне привозят курьер. Но в тот раз так получалось, что я шла от подружки. И все равно около KFC я бы должна была пешочком пройти. Я думаю, как раз заберу из KFC самого. Это абсолютно нормальная обычная практика. Но дело в том, что в этом приложении все чуток дороже. Чем, например, ты заходишь в заведение и заказываешь прямо с кассы. Почему так происходит, не знаю. Возможно, когда у нас, например, бесплатная доставка. Например, да часто там бывает из KFC у вас бесплатная доставка. И мы думаем, вау, как круто. Но понятное дело, что курьер с этого тоже должен что-то заработать. Бесплатно тебе никто разводить ничего не будет. Поэтому, скорее всего, в этих бургерах уже включена стоимость за доставку. Какая-то часть хотя бы, да. И ты, когда заказываешь через приложение, получается дороже. Даже когда я сама иду забирать заказ, все равно я заказываю через приложение, чтобы целый час не стоять в очереди. Пока я иду, например, в KFC, они уже это все готовят. Я просто беру пакет и возвращаюсь обратно. То есть колоссальная экономия времени. Я заказала на сумму 35, по-моему, монат. По-моему, для мукбанка что-то было. Точно не помню для чего. Я пришла, и я немножко опаздывала в этот день. И как я поняла, они вообще не посмотрели, что кто-то заказал через приложение. И приступили к готовке после того, как я пришла. Я это поняла. Ну, как бы человеческий фактор. Я тоже могу что-то забыть. Это нормально. Вот эти, кстати, мне не понравились. Тут унутри еще лук. Я лук не люблю. В общем, они начали готовить после того, как я пришла. Мне, естественно, это не понравилось. Но я думаю, ничего. Промолчала, стояла, ждала. Как вы думаете, сколько минут я ждала? 42 минуты. Как я поняла, какой-то ингредиент закончился. У меня это уже пробито было. Мне в приложении буквально через 10 минут после того, как я зашла в KFC, пришло уведомление, что вы уже получили ваш заказ, сколько звезд вы поставите нам. То есть они уже пробили это все дело, как будто мне уже продали. В общем, я стояла, стояла, стоялась. Приходят новые клиенты, заказывают, уже получают свой заказ, а я все так же жду. И меня, честно, это очень взбесило. И я начала предъявлять. Я говорю, я остаюсь здесь 42 минуты. Сколько еще я буду здесь ждать? Ну, знаете, я как бы их сильно не обвиняю. Иногда бывают такие ситуации. Я когда, например, работала в магазине техники, была ситуация, про которую я вам рассказывала 2 года назад, была ситуация с диваном. Клиенты купили себе диван, который нужно было привезти из Турции. У нас был один сотрудник, который уволился или его уволили, в общем, точно не помню. И он изначально забыл заказать этот диван. А у меня доступа к этой базе не было. Приходит клиентка, говорит, где мой диван, я уже 2 месяца жду, его все нету, нет. И мы ее заверяем, что нет, скоро диван приедет, и так далее отправляем. Через месяц она опять приходит. Ну, где мой диван? Мы говорим, что доставка производится через 2 месяца. Она говорит, ну, уже третий месяц, я жду, где мой диван? Ну, в общем. Потом оказывается, что этот сотрудник, который уволился, он этот диван даже не заказал. И как объяснить клиенту, что ты ждешь 4 месяца и еще будешь ждать 3 месяца? И приходит, естественно, человек начинает на тебя агрессировать, а ты ничего сделать не можешь. И ты понимаешь, что человек прав. Вы знаете, такая женщина была очень культурная. Я бы на ее месте вообще разнесла весь магазин. И она такая приходила и говорила, ну, что, говорит, вот я уже 3 месяца жду. Даже больше было, я вот точно не помню, но прям вот, может, не 3 месяца, 4 месяца было. В общем, она очень долго ждала этот диван. В конце мы подарили ей 2 пуфика, сделали скидку на диван, предложили любой другой диван, который есть в наличии, прямо сейчас отвезти к ней домой со скидкой 20%. Но она была не согласна, она хотела именно это диван. В общем, вот такая ситуация у нас была. Поэтому я тех людей, которые работают такие, все тоже не обвиняю. Это человеческий фактор, бывают такие моменты, нужно держать себя в руках. Но в этот раз у меня не получилось держать себя в руках. Честно, я наелась. Было очень-очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю, целую, с вами лайка. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok